Субботний эфир телеканала Россия продолжает программа Вести Иванова в студии Екатерина Слесарева. Здравствуйте! Экспериментальный спектакль ивановских кукольников на Сахалине встретили овациями. В залах был аншлаг. Наши артисты успешно выступили на втором международном фестивале на островах чудес в Южно-Сахалинске. Он еще продолжается. В нем участвуют 12 театров из семи стран мира. Зрители даже увидели постановки испанских, болгарских и японских кукольников. Труппа из Иванова показала спектакль «Детский альбом Чайковского». У артистов практически не было реплик. Главным героем стала музыка. Выступление тепло встретили и зрители фестиваля, и критики, и жюри. Из Сахалина ивановцы прямиком отправятся в Польшу. 15 октября там начнется еще один международный фестиваль. На нем Ивановский областной театр «Кукол» будет единственным представителем от России. 60 наездников, кто достойно держится в седле. Сегодня участники открытого Кубка города Иванова по конному спорту. Соревнования проходят в два этапа. Первый день турнира посвящен выездке, иначе дрессуре. Это один из трех видов верховой езды. Он считается олимпийским видом спорта. Выездка была включена в программу Олимпийских игр еще в 1912 году. Задача всадника – показать, что его лошадь – самая грациозная и обученная. А в воскресенье животные будут преодолевать препятствия. Конкурс – самый популярный вид конного спорта. Самый зрелищный и опасный. Зачастую во время прыжка лошадь задевает перекладину и падает вместе с наездником. Травмы неизбежны. Добавлю, что в этом году на Кубок города приехали 60 спортсменов. Не только из городов нашей области, но и из соседних. И продолжая тему спорта, ивановские гимнасты успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Надежды России». Областной центр представляли воспитанники второй спортшколы. Ксения Иванова в опорном прыжке взяла серебро, а на брусьях заняла третье место. Среди юношей хороший результат показал Алексей Подкопаев. На перекладине завоевал серебряную награду, а на брусьях, как и Ксения Иванова, был третьим. А в Шуе стартовал очередной этап спартакиады школьников. Первый вид соревнований – легкая атлетика. Юные спортсмены бегали, прыгали в длину и метали мяч. Предсказуемо, но среди городов первое место занял ивановский коллектив. Ведь в команде областного центра много перспективных легкоатлетов. Среди районов тоже сенсации не случилось. На высшей ступени пьедестала подсчета школьники Фурмановского района. До встречи Олимпийского огня на Ивановской земле осталось не так много времени. Факелоносцы выбраны, они готовятся. И об участниках эстафеты главного символа Олимпийских игр в нашем следующем материале. Мария Сизюкова Мария Сизюкова, наверное, самая титулованная спортсменка-факелоносец в Иванове. Многократная чемпионка Советского Союза по легкой атлетике. Почетный гражданин города. Но главная победа Марии Семеновны – две серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Также многие помнят ее бронзу на чемпионате Европы в Афинах. Она взяла медаль, несмотря на боли от полученной травмы. После завершения профессиональной карьеры она стала тренировать детей. И до сих пор воспитывает будущих чемпионов. Нести факел за нашу родную область, город – это дорогого стоит, почет. Конечно, волнение страшное, потому что не подвести бы, потому что мы уже в таком возрасте, что и надо себя немножко поддержать. Обладатель черного пояса по ушу, 15-летний спортсмен из Фурманова Николай Таланов – участник эстафеты Олимпийского огня в Иванове. Проявил и показал свои способности в восточном единоборстве еще в дошкольном возрасте, когда родители привели ребенка в секцию. Сейчас Николай – постоянный участник престижных соревнований международного уровня. В этом году стал чемпионом Европы в своей возрастной группе. В следующем году в планах у спортсмена завоевать золото на юношеском чемпионате мира. Мне так неожиданно позвонили, я был как в шоке сначала, не понял, что от меня хотят. Я дал маме трубку, она там уже сама поговорила, и потом она мне все объяснила, и у меня еще больше был шок. Главные новости из политической, социальной и культурной жизни региона за последние 7 дней в итоговой программе «Вести Иванова. События недели». Смотрите в воскресенье в 10.20 утра. На грани банкротства один из самых крупных совхозов региона может потерять все – от урожая до зарплаты рабочих мест. Почему тепличные оставили без тепла? Мы вынуждены были пойти на эти крайние меры. Самая масштабная олимпийская эстафета – забег в 123 дня. И впервые огонь пронесут через всю Россию. Кому доверили нести олимпийский факел в Ивановской области? Хотелось как бы ощутить, материально ощутить вот эту передачу, вот это чувство олимпийского огня, чувство братства спортивного. Видеополицейские жители города под прицелом камеры охраны правопорядка. Как в Иванове работает система уличной безопасности. Разрешение видеокамер такое, что можно, в принципе, прочитать даже книгу, которая лежит на земле, либо на лавочке. Всероссийская кровеносная система – одна из главных артерий службы крови Ивановской области. Более 20 доноров на 1000 человек и переработка 30 тысяч литров крови в год. Куда же уходит донорская кровь? Ну так, серединочка колотится, но, наверное, это хорошо, такое легкое чувство адреналина. И на этом пока все. Я желаю вам прекрасных выходных и до встречи на телеканале «Россия». Субтитры создавал DimaTorzok